Музыка Меня зовут Валерий Дмитриевич Скаченко Я директор учебно-конституционного центра АГБИС, который находится в Кичиневе Мы расположены в Кичиневе, это отдельная фирма, центр Мы сотрудничаем очень давно и плодотворно с Николаем Федоровичем Я был ко многим, ну вообще я на каждом семинаре присутствую, выступаю Но меня что сразу подкупает, и я думаю, что у вас тоже всех Когда ты идешь на семинар в той же Украине, я помню Здесь у нас, ну во-первых, ты платишь какой-то взнос, это понятно Ну там, ясно, им надо расходить кофе-брейки там и все такое прочее Даю тебе кучу макулатуры, я так и скажу Потому что ты про нее забываешь и потом в конце концов выкидываешь Здесь же, во-первых, ты не платишь Во-вторых, тебя еще накормят, напоят И в-третьих, если кто купил эту книгу, он уже заплатил деньги То есть он не выбросит ее Когда человек заплатил, он как бы держится Поэтому спасибо большое Николаю Федоровичу Именно за организацию таких семинаров Значит, очень многие обращаются по поводу проектирования Мы работаем, как сказал Николай Федорович, в Казахстане И в Азербайджане, сейчас вот Армения Ну, Украина, это понятно, это, так сказать, родная, близкая страна Значит, мы всегда посылаем Я раздам визитки, если кто-то интересуется На электронную почту пишет нам человек Вот, я в дом на семинаре, я хочу посадить Мы посылаем ему три таблички Первая табличка – это агроклиматические условия Вторая табличка – это почвенные анализы Третья табличка – это анализ водной вытяжки И четвертая – это ГОСС, советские ГОССы Потому что лучше советских ГОССов не придумали Как делать эти анализы Пока нет Пока еще Да, и когда заполняют вот эту таблицу Абсолютно минимальная температура Сумма активных температур и так далее Уже видно, будет ли там расти орех или нет Например, обращаются люди там с севера Вот у нас растет орех, вот у нас такое дерево Может быть на севере там есть единичные деревья Которые выдерживают эти морозы Значит их надо изучать, размножать И может быть там новый сок появится Но это отдельные деревья сейчас растут То есть в промышленном масштабе мы не рекомендуем Если сумма активных температур меньше, например, 2000-2200 градусов Мы не рекомендуем садить там орех Очень многие люди обижаются Вот, например, сейчас в Воронеже Тебя тоже писал Какой-то, товарищ, амбициозный Значит, не надо мне это все эти Я хочу садить, дайте им сколько стоят саженцы И все Я вообще даже не освещаю такие письма То есть я ему высылаю к облицам Говорит, не нужно это делать Я сам знаю, я хозяин здесь Ну если он хозяин, что же делать Следующее По Молдове По Молдове Это легче Можно позвонить и дать кадастровые номера участков В первую очередь Потому что самое главное местоположение Местоположение участков Мы не рекомендуем Ну и все не рекомендуют садить низина То есть мы смотрим по компьютеру Если там действительно низина Если там нехорошая экспозиция То мы просто говорим, что не надо даже заниматься этим Вот, например, это орех, который посажен Между цуклеей и карагашом Террасный Ну, предостроен Значит, вот такой склон Вот они пригласили нас спроектировать Мы им сказали, ребята До середины садите там вверх ореха А тут сливу Ну, они работают с немцами И они сказали, что... Немцы сказали, что пойдет И посадили Вот, дальше Этому ореху уже... Уже... Сколько? Это было... Семь лет Даже больше Больше Дальше После этого, если подходит... Если подходит местоположение, мы в Молдове Мы выезжаем, берем анализы почвы А в других странах нам подходит анализы почвы Потому что мы уже пробовали это Нас чуть не арестовали в Казахстане В Азербайджане 30 кг земли нам не позволили вывезти И тоже были проблемы Нельзя вывозить землю Из других стран Поэтому у вас В каждой стране есть хорошие Институты, которые делают анализы Вот на Украине прекрасно Делают анализы почвы И очень важно, что при анализе почвы При характеристике почвы Это очень важен ВАЖ, конечно То есть кислотность Очень многие люди из Белоруссии обращаются Мы даем таблицу неполную Четыре показателя для начала Это гумус, кислотность, мехсостав и карбонат Вот они делают это самое Ну, ПА4, 4,2 Это кислая почва Ну, орех растет, начиная от 5,5 до 8,5 Например, там 8,7 даже То есть там орех не будет Там можно выращивать плюху Голубиху Но ореха там не будет Поэтому это тоже очень важно показать Ну, вот отбор образцов Дальше Вот наш пашковед Берет образцы Да, это вот Казахстан Там не было бур Будет копать лопаты Дальше Это тоже, это Азербайджан Значит, очень Кроме Кроме того, что вот ПА4 Очень много сейчас у нас слитых почв Вот дальше Азербайджан Это уже я потом расскажу про его Ну, потом анализы делаются Понятно Дальше Дальше Вот Азербайджан Вот это слитая почва Мы там обследовали 1050 гектар Я с почвоведом там Только неделю работали Ну, почва слитая Слитая, это означает, что там ил На глубине 62 сантиметра у них Больше 40% ила То есть При дожде Там цемент внизу Корни не дышат Корни не растут И даже разрываются Потому что, ну, цемент Очень богатая почва То есть вот эти вот Верхний слой Изумительно Там прекрасно может расти И кшеница, и кукуруза И все, что угодно Но, к сожалению Многолетние там не идут Вот сейчас очень многие Обижаются у нас Потому что у нас в Молдове Тоже есть слитые почвы Особенно в центре Республики Вот мы Сколько? Три Три Да, три хозяйства Ну, слитые почвы То есть мы взяли анализы Люди нам заплатили за это Ну и сказали, что проектировать там мы не будем Вот, например, Григорий Артемович Кукишев Это главный инженер проекта Это, как сказать, наш Душа компании Он, например, был Вместе с Николаем Федоровичем В Абхазии В Абхазии Хороший памятник Саши Они захотят посадить орех И вот они перекопали там В пол Абхазии Ну, не идет Там кислые почвы Выпили ведро чачи? Да Ну, это понятно Ведро чачи, там пару баранов Это понятно И вот Саша, он понимает Когда Николай Федорович ему сказал Что давай я комплексирую Как-то, ну, за твой счет Все же Наоборот Если бы я посадил орех Вот тогда бы я влетел А так, говорит, потратил себя на вас Ну и прекрасно Я знаю, что там пойдет вот этот вот пекан То есть Люди, которые Потом объезжаются по слитности почвы Вот, вы, так сказать Взяли деньги А вот у нас не пойдет Но не пойдет Если бы вы посадили Вы бы потратили в 10 раз больше Поэтому я считаю, что тут, конечно Обид не должно быть Второй фактор следующий Ну, вот это вот Да, слитая почва Посмотрите Вот эти трещины дальше Вот это у орехов Этому ореху 7 лет Он посажен на святой почве Дальше Вот, 7 лет Это вызвали нас Николай Федоровичем Для консультации Очень хороший урожай Ну, любой организм Он должен Если видеть, что он умирает Он хочет оставить потомство То есть Изумительный урожай Но он загибается 7-летний орех Вот так выглядит Именно на святую почву То есть Корни дошли до этого горизонта Увидели, что Дальше некуда И он давай Давай урожай Давай Оставить в своем потомстве Дальше Это вот виноградник До святой почвы Дальше Дальше Второй Очень важный Фактор Это вода У нас Возьмутся где-то Процент Полтора процента Это вообще У нас не найдешь Могу И таких Но вода Следующая Вода Вот видите 2,9 грамма Литра 2,9 грамма Существ Веществен То есть Вот они поливают И соль выступает Дальше Вот смотри Прямо видно Сейчас они хотят Мы запроектировали 50 гектар ореха Там будут садить Но Поливать они будут Привозной водой Потому что Это они портят Во-первых Саженцы Испортят Сад И во-вторых Они испортят Почву Потом эту почву Надо восстанавливать 5-7 лет Потому что Соль Дальше Вот То же самое Видите Вот они поливают И все творится Дальше Дальше Есть Очень большая проблема Люди хотят Быстро Посадиться И получается так Что вот Растет Например Там И заросли И пустые Приглашают нас Мы приезжаем Говорим Ребята Давайте Подготовьте почву На следующий год Посадите Нет Мы Вот сейчас У нас Техника Да мы Сейчас Это все За месяц Сделаем И осенью Будем Садить Ну Мы делаем Проектные Проблемные Не торопитесь И действительно Через пару месяцев Они звонят Да вы были правы Значит не надо Мы будем Садить Посадить То есть Почва Должна быть Подготовлена Должны быть Выбраны Сарняки Если Вот такие Вот Какие-то Там деревья Надо Вычесать Эти корни Не надо Торопиться Вы садите Не на год Это не кукуруза Которую можно Пересеять Надо подготовить Очень как Полож Дальше Ну вот такой Вот Это Курсучен Да Курсучен Вот сейчас Они будут Садить осенью Они хотели Прошлую осенью Садить Нормально Сейчас подготовили Все нормально Следующий Дальше Это Азербайджан Вот люди Вот тут Садят орех Дальше Вот такой техникой Работают Дальше Выбирают Вот такие камни То есть Они готовят Почку Дальше Вот такие Пни Корчуют Представьте себе Вот такое дерево И они сейчас Уже садят Подемножку Постепенно Постепенно Дальше Они садят орех Вот это Посадили они Чандлер Из Италии Когда Я был там Ну это Порнография Как говорится Потому что Западные специалисты Им посоветовали Поставить эти короба Я говорю Для чего Спрашиваю Не знаю Вот сказали нам Так Вот мы так Сделали Там Нагревается Очень сильно Там нет Проветривания Там Завелись Москиты Не москиты Эти Гураги Термиты Значит И Этот Агроном Говорит Ну Позвольте мне Срезать Убрать Нет Вот Западные специалисты Сказали мне Дальше Они убрали Конечно Вот это То же самое Дальше Дальше Почему-то Сказали Не обрезать Опылители Вот Посадили Они опылители Не обрезанные Однолетки И они высохли Естественно Корни еще не прижились А почки Дали Вот они все высохли Дальше То есть В принципе Надо слушать Специалистов Тех Которые Могут Показать Тебе Что Получится Если ты посадишься Ну вот Дальше Вот то же самое Словакия уже Вот душа Прекрасно Прекрасно Посадил сад Осенью Все прекрасно Он не срезал В мае месяце Ему Сказали Надо срезать Тоже Подняли Советчики Дальше И вот он Вот Это май месяц Вот такой Прирост Он срезал Смотрите Они все С почками Видите И где-то В конце мая Я был у него Дальше Вот такой Прирост На На рельфе Конец мая Он должен быть Уже Вот такой Вот Пожалуйста То есть Люди слушают Зарубежных Специалистов Дальше А Ну это Фундук Хорошо Так вот Что я хочу сказать Значит Проект Это Основа Мы делаем Проект Это как Руководство В действии То есть Книга Там И технология И защита И сорта И все Все Например Звонит С Азербайджана Вот Валерий Тмич Там Черные пятна На реку Тоже Вы сейчас Говорили Я говорю Открой проект На странице Там 62 Написано Что это Марсонья Что Ну точно Я знаю Чем опрысывает Тут написано Все То есть Проект Надо читать Не так Что Сделали Получили Суевенцию Как у нас И забыли Про него Это Настольная книга Если есть вопросы Пожалуйста Подписывайтесь Теренка Дима Цаль Стэш И Клинку Кирил Кунц Поним Ном Пора Ты бы Сыграет Дой Аль Потребу Арад Да Но Арад Ты бы Сыграет Сыграет Посмотреть надо. После подсолнуха. Желательно. Подсолнуха очень плохая. Очень плохая. Подсолнушка это хема гидро-вампира. После подсолнушка, например, из Луцерна. На весну, если все нормально, там еще. То есть он стоял 7 лет. Посеян из Луцерны. Спокат его и... Сейчас. Сейчас. Сейчас уже... В этом году уже на весну. Еще вопрос. Если визитки заинтересует, визитки я могу разбрать. Давай. 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 Продолжение следует...